Рада всех приветствовать на канале Марго Топс. На связи, как обычно, Марго, и сегодня мы поговорим о милых и в то же время хитрых созданиях, белках, которых неспроста называют лесными хулиганками. Обязательно смотрите это видео до конца, обещаю, будет очень весело и интересно. Белки довольно умные создания, которые не прочь поиздеваться над котами, воспользовавшись своим преимуществом. Конечно, вторые тоже обладают природной ловкостью и цепкостью, однако соревноваться в этом с лесными грызунами им бессмысленно. Обычно коты охотятся на белок, однако нередко грызун кардинально меняет тактику и первым нападает на своего обидчика, чем сбивает его не только с толку, но и с ног. Конечно, за проворностью и резвостью белок котам никогда не угнаться. Грызуны, понимая, что в их руках превосходство, не отказываются хорошенько погонять усатых, чем их несомненно раздражают. Однако бывают настолько ленивые коты, что даже не предпринимают особо никаких действий, когда доставучий объект находится прямо под носом и так и норовит поиграть с лежебокой. Случается и такое, что слишком самоуверенные и наглые грызуны используют кошек в качестве средства передвижения, а те, в свою очередь, ничего не могут с этим поделать. Но верх наглости достигается в тот момент, когда белки начинают прямо из-под носа воровать у кошек их собственность. Здесь это происходит раз за разом, как будто лесной обитатель и не замечает нависнувшей над ним угрозы. Он все продолжает и продолжает красть легкую добычу, кажется, орехи, пока видео в какой-то момент не обрывается. Белки Белки известны не только как искусные провокаторы, они также считаются одними из лучших воришек в животном мире. Думаю, если бы один из лучших киноворов Фрэнк Эбигнейл из фильма «Поймай меня, если сможешь в исполнении Ди Каприо» увидел, на что они способны, то тут же забросил бы свое дело. Ты меня прости, но я ухожу. Здесь, например, ловкий грызун умудрился утащить гоу-про камеру и пуститься вместе с ней на утек, попутно снимая свою экшен-сцену побега. Поставьте лайк, если вам приходилось бывать в подобной ситуации и напишите в комментариях, что у вас крали эти лесные разбойники. Прежде чем двигаться дальше, у меня есть небольшой челлендж для вас, который займет лишь пару секунд. Красную кнопку вам нужно сделать серой, а потом клацнуть рядом по колокольчику, вот так. Если вы это сделаете, то последующие пять лет вам будут попадаться только самые интересные видео на ютубе. Попробуйте, это действительно работает. До сегодняшнего дня ни одна белка не была известна тем, что угоняла самолет, кроме этой, конечно. Однако, не беспокойтесь за грызуна, это видео было заранее спланировано, а самолет в итоге оказался на радиоуправлении. Однако, от этого менее эпичным видео не становится. Возможно, это первая и единственная белка, которая находилась за рулем летательного аппарата. Это однозначно достойно лайка и восторженного комментария от вас. Довольно часто, не найдя ничего путного в естественной среде обитания, белки оказываются в продуктовых магазинах, где их ограничивает лишь физическая неспособность утащить с собой весь прилавок. Именно эта белка была замечена в магазинчике в Торонто уже не один раз. Его владелец уже лишился нескольких шоколадок, благодаря умелым действиям пушистого воришки. Должно быть, белки, ну просто обожают сладкое, раз ради Сникерса готовы пойти на преступные действия. Я не зря заговорила о противоправных поступках. Если этого наглого воришку из города Анкоридж поймают за кражу пончиков, то ему придется отвечать по всей строгости закона, ведь его официально объявили в розыск. Что я прочту дальше является абсолютно официальным заявлением, без шуток. Внимание, розыск! Полицейские Анкориджа ищут особо опасную белку, которая обвиняется в краже пончика, говорится в сообщении, размещенном департаментом полиции Аляски. Этой белке несказанно повезло, полицейских рядом не оказалось, так что можно спокойно украсть Сникерс. Рыжая воришка не только смогла стащить целый пакет орехов, но и вместе с добычей ловко ускользнуть от преследования. Черный грызун сумел проникнуть на склад со всякими вкусностями. Шерон Квок начала записывать об этом видео, и это чертовски не понравилось воришке, который за долю секунды успел наброситься на ничего не подозревающую женщину. Стоит еще учитывать тот факт, что белки – те еще акробаты, которые способны на невероятные трюки, лишь бы завладеть доступом к птичьей кормушке. Только посмотрите, с какой легкостью и грациозностью этот пушистик запрыгивает на обозначенную цель. Даже бывшему инженеру НАСА Марку Роберу особо не удалось попрепятствовать охотникам до чужого добра, несмотря на то, что он соорудил невероятную полосу препятствий в стиле американского ниндзя только для белок. Как видите, они раз за разом преодолевают преграды и все равно получают то, за чем пришли. Все равно лайк за старания мужчина точно заслужил, согласны? Домовладелец удивится, когда узнает, что его посылка пропала, но еще большее потрясение он испытает, увидев видео с воришкой. Если бы не это доказательство, никто бы не поверил, что грабителем могла оказаться белка. Также стоит сразу забирать домой еду, которую тебе привез курьер, иначе останешься ни с чем. Друзья, появилось ли у вас желание завести у себя дома такого озорного и непоседливого питомца? Обязательно напишите об этом в комментариях и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить подобный ролик, но уже с не менее очаровательными енотами. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями и в соцсетях. С вами была Марго, очень скоро увидимся!